Сегодня у нас 10 мая 2018 года. Это поселок Потеряевка. Я вот нахожусь в Потеряевке и вот здесь тружусь. Сейчас занимаюсь огородами. То есть скапываю грядки, удобряю, скапываю и сажу лук, морковку, чеснок. Самые основные. Вот здесь вот у батюшки летний загон. То есть здесь они приходят днем, их с утра выгоняют, пасут до обеда. А на обед они сюда приходят и здесь отдыхают. Это овечий. А вот там дальше идет коровий. Ну и суть в чем, что мне надо грядки удобрять. Вот беру здесь удобрение, батюшке позвоню, он говорит, хоть на штык лопата бери. То есть он даже врат этому. И вожу себе на огородчик, потому что там земля у нас давно не удобрялась. Чтобы между делом, как говорится, ум не рассеялся в разные стороны. Или молюсь, или вот заучиваю какое-нибудь стихотворение. Вот такую конструкцию придумал, чтобы можно было камеру установить, идти и считать стихотворение. Более такая она жесткая. То есть не упадет камера у меня. Все закрепил нас, сделал с помощью шуруповерта. Дальше иду. Вот так же вот я иду, поднимаю аккуратненько, уже проверил и иду. Сейчас вот поправлю немножко, чтобы она слижает. Зафиксирую ее, чтобы она у меня не падала. Не упадала у меня, не шевелилась туда-сюда. И стихотворение такое. Ты ходишь в собрание, читаешь Писание. Но сердце от Бога твое далеко. Напрасно ты носишь святое название. Быть солью для мира не так-то легко. Здесь кроется, брат мой, одна лишь причина. Ты идолов сердца мой брат допустил. На место страдавшего Божия Сына. Ты гордость земную и похоть впустил. Ты нынешне стремишься, чтоб лучше одеться. Побольше для плоти поспать и поесть. Не можешь ты сам на себя насмотреться. Однако пред Господом плевел ты есть. Не Божия мудрость, а хитрость земная. Тебя не ко свету, а в пропасть ведет. И ты, совершенно не видя, не зная, Приносишь не Богу, а дьяволу плод. Берешься другим проповедовать слово, А сам ослеплен и в гордыне своей. Не видишь, что сердце твое не готово. Ты сам погибаешь от злых похотей. О любви говоришь, о любви не имеешь. Ведь холод не веря в сердце твое. А как же тогда ты здесь в мире сумеешь Зажечь веру пламенем в сердце другом? Сейчас я страничку переверну. Да я еще его разучил, я только наполовину немножко заучил. И вот дальше заучил. Ты в вере остывший и Бога забывший Под плесень сомнений загнил и увял. О, разве спаситель тебя возлюбивший Тебя в этом мире к бесплодию призвал? Ты блудник духовно, и в мире разрата Не видишь божественный истинный свет, А видишь в сестру одеяние брата, В то время, как сам ты духовно раздет. Такое поучительное стихотворение. У меня также еще другие размышления. Пока идешь, рассуждаешь, Тут мы с братом рассуждали, размышляли. Вот, и он говорит, что А мужчине не свойственно Именно переживания какие-то. Он может Как говорится, вести себя Хладнокровно Таким женщинам, это ей свойственно Плакать, рыдать, Схлипывать. Вот, а мужчины нет. Он столько все должен перенести. Вот я решил Во свете Слова Божия Рассмотреть это. То есть, так ли это на самом деле. Вот, и первое, что мне попалось, Это четвертое царство Двадцатая глава. Там говорится, что Был царь Иезекия, Который смертельно заболел, Был болен, лежал на постели. К нему приходит пророк Исаия И говорит ему, что Ты умрешь. Приготовь, говорит, завещание свое. Вот, и ушел. А царь Иезекия, что он сделал? Он заплакал, Отвернулся, написано, К стене, заплакал И стал умолять Господа, Господи, Ты же помнишь, как я перед тобой ходил, То есть, служил, Западе твой исполнял. Вот, и Господь смилостился И говорит Пророку Исаию, Иди К нему обратно, К этому царю, И скажи, что Твоя жизнь продлеваться Еще на 15 лет. Вот, так и поступил Пророк Исаия. Также вот, вижу И его, Книга Иова, Что когда Он гнил, сидел, Друзья пришли, Начали укорять его. Вот, как он так может Вызывать на суд Господа Бога. Вот, И он говорит, что Что слезы тоже Так же он Слеза у него К Богу была. Вспоминается, конечно, Очень знакомо Это И чаще используемое Именно слово Со слезами Слезы Этот пророк Царь Давид. Он неоднократно Говорит, что Он днем и ночью, Что Слезы для него были Хлебом днем и ночью. Что слезами Он мочает постель мою. То есть переживания были, Скорби, гонения. Это все он пережил. Также есть Книга, Говорящая сама за себя. Это Плач Иеремии. Когда Пророк Иеремия, Великий пророк, Плакал о Израильском народе. Это все Из веткового завета Еще только я говорю. Но есть и в Новом завете Что Написано, что Господь Нас Который Бога человек был, Совершенный Человек. Он говорил, Написано о нем Это Евангелие От Иоанна 11.35, Что Он прослезился. Именно Прослезился. Потом Тоже Так у него были Переживания. Это Вот, например, Описывает Послание к евреям Апостол Павел, Что Он Господь Когда был Во плоти Что Были сильные Воздыхания У него Слезы Это Именно Перед страданием Перед крестными У него страданиями Было все В Гепсиманском саду. Ну и Конечно, Апостол Павел Сам о себе Говорил, Что В Деянии В 20 главе Он говорил, Что Я Три года Учил вас Со многими Слезами. Пишет Так же Он В посланиях Апостол Павел Там Коринфской Церкви Филипийцам Что Вы Даже Многие Поступайте Как Враги Христовы Со Многими Слезами Говорю То есть Человеку Даже Мужчине Ибо Нас Речь Шла Что Только Женщина Свости На Переживания Слезы Нет И Мужчина Тоже Потому что Если Нет В тебе Никаких Переживаний Страданий Там О погибшей Душе Или о своих Каких-либо Грехах Значит Ты духовно Просто Мертвый И тебе Надо Выпросить Это дару Бога Слезы Тогда Потому что Усиленная Молитва Много Может Правильно Написано Усиленная Со слезами С воздеянием Рук К небу Господу Нашим Иисус Христу Взывая Единственное Когда уже Не будет Слез Это уже В Царстве Небесном Там Написано В Откровении 21 главе Что Бог Отрет Всякую Слезу Не будет Там Ни плача Ни вопля Да Дай-то Бог Чтоб Мы До этого Времени Дожили Чтоб Господу Предстали Готовы Зернышки Как говорится Пшенищинки В житницу Его Они Хворостом В огонь Гиены Вечной Ну вот Так вот Рассуждаюсь Потихоньку У нас Первые Цветочки Появились Сейчас покажу Желтенькие Вот Они Я Конечно Не знаю Как Сожалею Называются Они Вот Такие Красивенькие Они Вот Это У нас Вот Сзади Меня Обстановку Видно Конечно Вот так Если Повернусь То Видно Будет Наш Лагерный Пруд Вот Он Как Выглядит Вот Я потом Еще покажу Отдельно В этом Году Опять У нас Бобры Поработали По плотину Кое-где Прогрызали Вроде Уже Деревья Спилили Они Все равно Не Унимаются Вот Так Слава Господу Нашему Иисусу Христу Веки Аминь